Две трети россиян при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией не берут больничный и продолжают ходить на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проведенного его сотрудниками опроса. Если работники все же решили не приходить на работу, то почти половина из них продолжают работать дома. В Татарстане отмечается неделя памяти жертв ДТП, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП, отмечаемому в 3 воскресенья ноября. По всей республике проходят мероприятия, на которых отдают дань памяти всем погибшим в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным Челнинской пресс-службы ГИБДД, за 10 месяцев этого года в Автограде в результате ДТП погибло 9 человек. Более 500 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 95 детей. В России предложили сократить период использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. Об этом сообщает РТС со ссылкой на компанию Автодор. По данным ее аналитиков, 90% ущерба российские дороги получают зимой. Чтобы снизить износ магистрали, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней. Сейчас он составляет 273 дня с начала сентября по конец мая. За несоблюдение сроков планируют ввести штраф, размер которого пока не уточняется. Президент Татарстана по итогам октября занял 11-ю строчку медиарейтинга российских губернаторов. Это на один пункт выше по сравнению с результатами сентября. В прошлом месяце о Рустаме Миниханове было опубликовано 7586 сообщений. Таковы данные исследования проводимого системы медиалогия. Первую и вторую строчки рейтинга занимают главы Москвы и Санкт-Петербурга. Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми. Аналитики портала недвижимости домофон.ру выяснили, насколько жители 200 городов страны довольны имеющейся инфраструктурой, предназначенной для детей. Челнинцы оценили ее на 7,6 баллов, из возможных 10, заняв 8-ю позицию рейтинга. Первое место заняла Москва, Казань – 41-я. Завтра, 13 ноября, жители набережных Челнов приглашают на День открытых дверей, который состоится в многофункциональном центре «Мои документы». С 3 до 4 часов дня бесплатные консультации проведут специалисты Роспотребнадзора и Госалкоголинспекции. МФЦ расположен по адресу бульвар Кулгали, 25Е или по комплексу 5904. Опубликован рейтинг самых популярных Дедов Морозов России. Номер один живет в Великом Устюге, а на втором месте оказался татарстанский Кышбабай. Далее идут его коллеги из Карелии, Бурятии, Удмуртии и других российских регионов. Рейтинг составил портал Турстат по результатам анализа популярности посещений туристами резиденции Дедов Морозов.